Девушки отдыхают 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 А сейчас отправляйтесь в город к господину Дюнану Суконщику. Пусть он пошьет вам фертук. Вы же не можете ходить у нас в этой одежде, а заодно и подстригитесь. Кто-нибудь его видел? Элиза. Скажите господину Дюнану, чтобы он доставил ваш костюм сегодня вечером, пока не вернулся наш сын. Чтобы мы могли представить ему вполне презентабельного воспитателя. Элиза, комната господина Сарелли готова? Да. Ну и чего же вы ждете? Извините. И что вы о нем думаете? Он уйдет через месяц. Нет, нет, я их не вношу. Я просто их не вношу. А ведь ты привык. Любовь не была тебе колыбелью. Если бы я мог прямо сейчас поступить в семинарию. Я рад, что у тебя есть призвание, но осторожнее, дитя мое. Хочешь? Да, сударь. Церковь... Это убежище. Но не бяг, что я тебе об этом частенько говорил. Вы все еще сомневаетесь во мне? Не строя иллюзий, Жульен, в отношении того, что тебя ожидает. Священник должен обладать определенными чертами характера. Терпимость, самоотречение, отказ от благ земных. Для меня это не такой уж серьезный отказ. Ты все сжег. Книги, документы. Да, да. Все, что доказывает твою приверженность императору. Да, все. Будь осторожен, буржуа полагает, что у них теперь на все есть право, и даже право рыться в вещах своих слуг. Знаю, знаю. Гордец. Ты ненавидишь богатых и презираешь бедных. Ты ненавидишь и то, откуда ты вышел, и то, куда ты идешь. А куда ты идешь? Ты знаешь это? Он сам даст своему народу силу и добродетель. Я никогда не его учу, как много вы знаете. Поймитесь-ка за работу. Настанет день, когда вы будете знать не меньше меня, если будете прилежать. Элиза, что это ты делаешь? Ничего. Наполеон пожелал вернуться к роскоши прежнего режима. Королевство сёстрам, дома своему семейству, драгоценности матери. А ещё и корону. Предел нелепостей. Но король Карл X тоже пожелал короноваться. Разве не так? Но он же законный принц. Как-никак, бурбон. Не станете же вы спорить. Титулы теперь ни о чём не говорят, раз их можно купить. Ведь да, господин Вально? Это верно. Мы живём в королевстве выскочек. Можно мне пойти поиграть в саду? Да, мой милый. А вы, господин Сурель, вы человек не нашего... Человек не нашего возраста. Да что вы об этом думаете? Что я думаю, о чём, сударыня? Ну, обо всём этом, о нашем обществе. Я думаю, что есть выскочки среди, знаете, а есть и люди скромного сословия, которые подчас благороднее некоторых аристократов. А как узнаёте вы настоящего аристократа? По образованию, по деликатности обращения из людьми низшего сословия. Браво! А Бонапарт, он кто в ваших глазах? Бонапарт? Бонапарт, убийца. Он не омерзителен. Все в порядке? Как вы сюда попали? Через забор. Как тебе у толстопуза? С тобой хорошо обращаются? Она ведь, ты похудел. Мама, мама! Я ищу Жюльена. Вы не видели его? Он тебя тоже ищет. Думаю, что он вернулся в дом. Я не мог удержаться и написал ещё одно. Ну, зачем же, браво? Но то про ласточек. Вы сказали, что находите её очень милым. Моё стихотворение про ласточек. Пожалуйста, прекратите посылать мне письма. Боже мой! Жюльен! 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 Да не сойте же вы как чурбан! Бегите за помощью! Не стойте! Жюльен! Не может быть! Боже мой! Вы открыли глаза! Что же произошло? Он спит. Я добавила ему в питьё несколько капиллярники. И компрессы. Обязательно нужно делать компрессы. Он не захотел, тем лучше. Бенуа, такой ревнивый, а вы говорите компрессы. Ну, он такого слона раздует. На днях он мне сказал, что с тех пор, как в доме появился этот грязный воспитателешка, ты со мной не разговариваешь, что на меня больше не смотришь. А ведь он прав? Да. В конце концов, он всего лишь сын плотника. Хоть он и знает латыни, всё такое прочее. Я так и сказала господину кюре. Ты же варила с Абадом Шеланом? У меня есть кое-какие сбережения, а вскоре я получу наследство. Моя истокка оставляет мне свою блантерейную лавку. Знаете, на рыночной площади в Бизанцоне, вы могли бы там обосноваться? Но он хочет стать освященником. А с ним ты говорила? Луиза, можно войти? Нет, мой друг, я с Элизой. До завтра. Ты говорила об этом с господином Сурайо? Я пыталась, и не раз. Он часто приходит ко мне в белье вуш, у него всего две рубашки. Ну и когда я не успела его погладить, получаю нагоняя, само собой. У него всего две рубашки? А мне так нравится, когда он бранится. Я чувствую себя его женой. Как вы думаете, захочет он на мне и жениться? Я не в него сразу влюбилась, когда еще только открыла ему дверь. Сколько тебе лет? Восемнадцать? Для меня в твоем возрасте все было решено. Все было сделано. Все иначе, когда есть деньги. Конечно, много легче. Да, гораздо легче. Милабр пишется через И? Милабр. М-И. Итак, когда закончите, перепишите список вредных насекомых. А можно вас? Хорошо. Перепишите страницу из книги. Я сейчас вернусь. Утром у него был жар. Как он себя чувствует? Немного простужен, но ничего серьезного. Его отец упрекает меня, что я слишком с ним ношусь. Вы уверены, что здоров? Хотите убедиться сами? Нет. Станислав делает удивительные успехи, и я очень вам за них признательна. Да-да, он очень сильно изменился. Возможно, вам известно, что я единственная наследница очень богатого дядюшки. Он посылает мне подарки, я даже не знаю, что с ними делать. Мне было бы приятно, если бы вы согласились принять несколько луидоров. Маленький подарок на покупку белья. Только это будет наш с вами секрет, не говорите об этом мужу. Я человек бедный, сударня, но я не лакей. Я никогда не позволю себе скрыть от господина Деринале, чтобы это не было относительно наших с вами денежных отношений. Я вас обидела. Сударень, вы низкого обо мне мнения. И вы истерпели, что какой-то слуга вам отказал? Журеер, не слуга? Если это не дворянин, если он живет в вашем доме и получает жалование, это слуга. Я с ним сам поговорю, с этой деревенщиной. Я дам ему сто франков при свидетелях и посмотрю, как у вас милиция их мне вернуть. Сто франков, да вы с ума сошли? Да, правда, это многовато. При свидетелях? Какая отложность. Если бы вы его унизить, он идет от нас. И вы знаете, куда. Да, но не можем же мы проглотить подобное оскорбление. Этих людей надо уметь держать в руках. Хорошо, дайте ему сто франков. Ведь исключение один на один. Вы правы, это все из-за меня. Не мое дело, денежные дела. Больше это не повторится. Ох уж, эти женщины, всегда-то у них что-нибудь не в порядке. Элиза, пошли с нами. Прогуляйтесь вместе с нами. Хозяин говорит, что надо поесть, а то у вас не будет сил для завтрашнего путешествия. Но я не хочу есть. У меня жаль. Дай мне, пожалуй, аршаду. Ты плакала? Он отказывается. Вот. Он отказывается? Кто-то, небось, ему гадостей про меня наговорил? Или он считает меня дурнушкой только и всего? Я уверена, причина в другом. Он же всегда говорил, что хочет стать священником. Пусть меня повесят в день его первой проповеди. Он сказал, тебе нет? Сегодня утром. Но, может быть, если бы вы с ним поговорили, в конце концов, нету уж нечего терять. Я с ним поговорю. Спасибо, сударыня, спасибо. Вы правда поговорите? Конечно. Вы уверены, что не хотите поесть? Пожалуй, чуть-чуть жаркого. Элиза, немного риса. А эти ореховые деревья в саду, вы не собираетесь их срубить? Двенадцать деревьев. Каждый из них отнимает у меня пол орла на земле. Пшеница не растет в их тени. Нельзя все переводить на деньги. Нужно. Каждое дерево должно приносить доход, как все остальное. Приносить доход? Да вы только об этом и думаете. Жульен, Элиза просила меня с вами поговорить. Элиза? Мне нечего сказать. А, потому что с Элизой... Она очаровательная молодая девушка, и кроме того, она должна вроде бы получить наследство. Ты потом, она из Жеронда, я бы на вашем месте. Об этом больше не может быть речи, друг мой. Да, так о чем речь? Прямо сейчас я не могу принять такое решение. Подумайте. Вообще-то, моя жена права. Ваш отец всего лишь скромный плотник. А если у малышки есть еще и сбережения... Не настаивайте, друг мой. Вы его смущаете. Жульен, Жульен, идите к нам! Постойте. Я хотел вам сказать, что подкрепил бы лупование Элизы кругленькой суммой, если, конечно, вы бы готовы остаться какое-то время у нас на службе. Премного вам благодарен. Но у меня другие планы. Извините меня. Да, он хочет поступать в семинарию. Вы сами заговорили со мной об Элизе. Но если у него есть призвание... Призвание-то прекрасно. Тогда я молчу. Вот ничего больше не говорите. Скорее, я проголодался. Живей, живей! Ну и как? Станислав! Станислав! Посмотрите. И отнесите это своей матери. Спасибо, мой милый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я приехала, вы уезжаете? Я председательствую на Совете в Верьере. Вернусь в субботу. Позаботьтесь о ней. До субботы. До субботы. Еще одна, да? Да. Три. Нет, четыре. Четыре. Станислав! Станислав, угадай, кто к нам приехал. Станислав, возьмите. А то вы простудитесь. Ах, так! Ну, берегитесь, я вас догоню. Догоню. Я не видела этих туфель. Откуда они? Из Парижа. Моя кузина, находишь ли я слишком скромно одеваюсь? Кто первым добежит до риги, получит кучу денег. Ваш сын хочет сделать из меня атлета? Станислав его обожает. Он сразу же сумел понравиться. А ведь он скрытный парень, во всяком случае, со взрослыми. Нет, Джулиан. Твой муж должно быть доволен. Ты позволил он, наконец, твоему сыну взрослеть. Да и ты повзрослела. Параш. Верно. Я никогда не слышала, чтобы ты когда-нибудь говорила о чем-либо, кроме Бога, своего мужа и сына. Когда мы были девочками в монастыре, если к Крикюрде Безансон, а немного ранжетов, она и тогда обращалась со мной, как с младшей. Говоришь, так, будто я твоя бабушка. Мы одного возраста, с разницей в два месяца. У вас есть братья и сестры? У меня два брата. Если бы ты знала, что это за чудовище. А кто ваши родители? Я уверена, вы похожи на свою мать. Я не знал своей матери. А мой отец... Мой отец человек грубый, необразованный. Ни о чем, кроме денег, он и не говорит. Знаем мы таких, правда? Наш век испорчен деньгами. Не знаю, кто хуже те, что их имеет, или те, кто к ним стремится. Но давайте лучше поговорим о вас. Я не сказал бы, что этого хочу. Уж извините меня. Должно быть, я вам кажусь немного мрачным, но это не природное мое качество. Все дело в том, что у меня было трудное детство. А мы сегодня столько смеялись. Это во многом благодаря вашему присутствию. Потому что едва ли не в первый раз в жизни я не чувствую себя среди врагов. У нас тоже были враги в пенсионе. Ты помнишь? Чистая правда. Особенно тебе. Не только у меня. Помнишь, с нами в монастыре была Камилла? На прошлой неделе она вторичного вышла замуж. Какой чудесный вечер. Какая тишина. Какой покой. Прямо музыка Модерта. Эй, потише. Эй, стойте, стойте. Нет, судари. Это не сюда, это сзади, сзади. Сзади. Кто-нибудь возьмите моего коня. Солома нынче хороша. Здравствуй, Пьер. Здравствуйте, сударь. Здравствуй, Жермен. Здравствуйте, сударь. Ну, что здесь происходит? Вы один? А где Жюльен? Где ваша мать? Где мадам Дервиль? Я думаю, все еще спят. Они поздно легли. Я слышала, как они разговаривали до двух часов ночи. Господин Сорель, вы знаете, который час? Полагаю, вы хорошо спали. Ничего страшного, вас не ждали так рано. Я же вам сказал, что сегодня утром доставят матрацы. В доме никакого порядка, это невыносимо. Здравствуйте, друг. Господин Сорель, я жду вас в гостиной. Я спрятал под матрацем портрет. Если вы найдете, я погиб. А в порядном. Если бельно его найдете, я погиб. Сударь, можно? Да, Элиза. Сударь, я ухожу от вас. Я хотела бы получить расчет. Вот оно что. Вот это новость. Нельзя ли узнать, почему? Впрочем, неважно. Вы говорили с хозяйкой? Хозяйка поймет. Поговорим об этом верьере. Жюльян, где вы? Слушаю вас, сударь. Что с вами, Жюльян? Я очень устал. Послушайте, я плачу вам не за то, чтобы вы отдыхали. Сударь, я ни разу не оставил вашего сына без внимания. Мой сын встает семь часов, и он не должен вас ждать. Если вы считаете, что с другим воспитателем он достигнет больших успехов, я готов идти. Да что с вами сегодня? Имею я право сделать вам замечание или нет? Сударь, я знаю, куда мне идти, если я вам не нужен. Ладно, уходите. Что за скверный характер? Жюльян! Жюльян, это не серьезно. Вам у нас плохо? Я в самом деле очень устал. Хорошо, отдохните день или два, подольше поспейтесь. Спасибо. А когда вернетесь, думаю, будете вставать в положенное время. Луиза! Луиза, я спала, а они вытащили меня из постели, чтобы забинить мой матрас. А мой матрас-то так был хорош, Луиза! Мама, сегодня уроков не будет, Жюльян уезжает. Уезжает? Спасибо. Вы нас покидаете? Я получил два дня отпуска. Бьет десять часов. С последним ударом я беру ее за руку, я беру ее за руку, она не отнимает ее, я снова беру клепку, сжимаю ее и не отпускаю. А потом? Она ее уже не отнимает. Сам вот так я думал только об этом. Я сказал себе, что если сегодня вечером ты не возьмешь ее руку в свои и не удержишь хотя бы десять секунд, отправляйся в свою комнату и пускай себе пулю в лоб. Но что это, желание обладать, игра, реваншу мужа? Это гнусный человек. Если бы ты их слышал, его и его друзей, если бы ты слышал, как они говорят о Наполеоне, узурпатор, уродец, карлик, как я хотел бы видеть их на коленях, я хотел бы видеть на коленях этих отвратительных, богатых стряков с их дряблыми задницами, я хотел бы видеть, как они встанут на колени, я бы кричал, револи, арголь, на колени, перед маленьким безвестным литерантом без состояния, который стал хозяином мира благодаря своей храбрости и шпаге. На колени, на колени, старые пни. А еще благодаря женщинам. Ладно. А теперь что ты собираешься делать? Задержать ей руку на 10 секунд больше? Ручка, это, конечно, неплохо, но... Что оно? Ну, Бонапарт в твоем возрасте добился гораздо большего от Жозефины. В 23 года. Не забывай об этом. Согласен. В 23. Будь осторожна, все видно, я сразу поняла. Знаешь, почему? Вид у тебя не такой веселый, но гораздо более счастливый. Жаль, что это в первый раз, потому-то и заметно. Ты никогда не была ракеткой, а с тех пор, как ты замужем, ты только замужем, и вдруг... Это случилось. Каждую минуту, каждую секунду ты думаешь о нем. Сердце уходит в пятки, как только он появляется. Ловишь каждое слово, каждый взгляд. И жуткий страх, что все это может кончиться. Так ведь? Жуткий страх, что все это будет продолжаться. И все-таки будь осторожна, он человек пылкий, неистовый. Он много страдал. Ты всегда была наивной. Адюльтер, как война? Не произноси этого слова. Какого слова? Война? Ничего не было, ничего не будет. Я ни на минуту не осталась с ним наедине. Что за шкадулка? Портрет? Должна быть женщина. Он, наверное, сейчас с ней. Правда, я только об этом думала весь вечер. Ты думаешь, он с ней? Иначе бы он мне сказал, куда уезжает. А царь своего он ненавидит, у него никого нет, кроме Аббата Шелана, а он в отъезде. Женщину, которую он, возможно, когда-то бы встречал. Но где же он мог ее встретить? По-твоему, успеха добиваются благодаря женщинам? Всего добиться нельзя. А потерять можно все, это точно. Ты поправился? Как твоя торговля? Не жалуюсь. Я поставляю дрова всем шишкам вокруг. А твоему отцу это не нравится. Ты его видел? Он на меня сердит с тех пор, как я ушел с лесопильни. Мне нужен щитовод Джульен. Если тебе это интересно, иди ко мне компаньоном. И не сантима в качестве начального взноса. Будешь получать 4000 франков в год, и не надо будет возвращаться к этому мерзкому Рональю. Лет через 8 у тебя будет сотни-две золотых. И ты обеспечен. Ты ведь знаешь, деньги мало что для меня означает. Мне нужна слава. Я уверена, что ты выиграешь, любовь моя. Как прошло путешествие? Удачно? Интересно. Меня приглашают компаньона, одно процветающее предприятие. Луиза, прошу вас, помогите вашему сыну. Будь добра. Вы были далеко? Чей это портрет? Я хотела бы знать. Мне лучше уйти. С ней? С женщиной с портрета? Если я останусь здесь, я никогда не стану священником. Что-то произошло? Вы как будто нервничаете. Нервничаю? Нет, нет. Напротив, мне с вами очень спокойно. Да? А почему? Не знаю. Возможно, потому что вы единственные из всех, кто не видел меня в обличии крестьянина-сироты. Прекратите, а то я расплачусь. Ну вот. Очень плохо сыграно. В жизни надо быть внимательным, иначе всякое может случиться. Понятен тебе, мой мальчик? Я бы выпила настой в репе. Что ты сейчас читала? Принцесса Клевская. Ты читала? Ах, да, ты же не читаешь романов. Читаю. Я как раз принимаю за чтение. Я начала опасные связи. Лак-Ло? Этот распутник? Бесстыдник? Эта книга, конечно же, не из библиотеки твоего мужа. Часто мы ничего не знаем о тех, кого знаем лучше всех. Как о себе. Мама, папа опять выиграл. Но мы сыграем еще партию. Нет, хватит. В такое время детям пора спать. Ночью откройте дверь вашей комнаты. Мне нужно поговорить с вами. Вы с ума сошли? Я бы тоже выпил настой, если еще осталось. Станислав, поцелуйте мамочку и в постель. Спокойной ночи, любовь моя. 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 Продолжение следует... 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 А ведь я собирался быть священником. Священником? Ты станешь папой, кардиналом, министром, папе Шелье. А тот портрет, ты скажешь мне, чей он? Нет, я не могу тебе этого сказать. Если ты мне не скажешь, я закричу, переборщу весь дом. Тихо, тихо, нет, это Бонапарт, Бонапарт, Наполеон Бонапарт. Бонапарта? Я так мучилась за Бонапарта. Но он же умер, Бонапарт. Мой маленький Бонапартист. Любовь моя. Мой бунтовщик, чудесный соперник, этот Бонапарт. А где Вально? Он в ратуш, он вскоре прибудет. Извините меня. Ты меня любишь? Я хочу тебя. Черт возьми, слишком сильно твоей игре не хватает тонкости. Твоей тоже. Ну, прошу тебя. Не будь смешной, ты потеряешь его, Луиза. Прекрати. Я твоя подруга и не хочу видеть, как... Моя подруга? Ты просто умираешь от ревности. Пятнадцать лет подряд. Я слышу эти твои истории, слащевые, пикантные. Ты меняешь мужчин, как меняется ветер. Оставь свои советы при себе. Король, король, он будет здесь в воскресенье. Об этом только что объявили. Нужен будет почетный караул. Конечно, почетный караул. И чтобы выбравка была. Так сколько нужно человек шесть, восемь? И, конечно, людей самого высокого происхождения. Видно, что этот ребенок тебя обожает. Он легко привязывает к себе. Ты теперь способен привязаться. Но у нас в мэрии есть мундир. Семилетние данности? Да, когда принц Деполиньяк приезжал на открытие вирного рынка. Если он захочет остаться на ночь, нужно будет разместить его у нас. Кого? Крыля. О, как это обременительно. Нам здесь так хорошо, жаль, что придется возвращаться в Верьер. Я датъезд мог бы вас исповедовать, если хотите. Нет, нет, сейчас собирается дождь. А кто будет командовать почетным караулом? А, бедняка Демавров, боюсь, что вам придется пожертвовать собой. Нет, нет, после этого падения я жутко боюсь лошадей. Ты права. Терпеть не могу быть в роли Дуэнни. Мне это действует на нервы. К сожалению, я вела себя отвратительно. Без искренности нет дружбы. Я принимаю твою, прими ты мою. Ты теряешь голову, моя бедная девочка. Мне срочно нужно ехать. Мой дом затопило. Регка вышла из берегов. В это время года? Не верю, вы от нас скрываете любовника. Меня проводят в Денуа. Вы пришлете мне мои чемоданы? Прощайте, до скорого. Не провожайте меня. Посмотри правде лицо. Он молод, а ты богата. Ваша любовь неизбежно станет жалкой и смешной. Наконец-то я увижу тебя не в этом углом одеянии. У тебя будут серебряные палетки и мудиль небесного голубого цвета, как твои глаза. Ты будешь самым красивым офицером ворчетного караула. Ты забываешь о моем происхождении. Ты забываешь, откуда я родил. Не серди меня своими устаревшими идеями. Муаро делает то, что ему говорят, а Вально меня обожает и ни в чем мне не откажет. Как от тебя приятно пахнет. Шнуровка? Готова. Знаешь, Жильян, для почетного караула я попрошу Вальну одолжить нам нормандскую лошадь. Не знаю, хочу ли я участвовать в почетном каруле ради короля. Не ради короля, а ради меня. Я буду любоваться тобой. Ты будешь возвышаться над всеми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немедленно сойди с лошади. Но это невозможно. Отправляйся ко мне, переводяйся, найдешь меня в ризнице. Это приказ. Возьмите. Это должно прекратиться, немедленно. Я не понимаю. Вы становитесь посмешищем города. Все только говорят о ваших хандришках. А каких хандришках? Сыну плотника не место среди именитых граждан города. А господин Пюре, вы презираете сына плотника? В жилье не больше благородства, чем во всех этих выскочках. Я не презираю его, напротив, я его защищаю. Если этого не сделаете выгод, хоть Бог сумеет положить конец этой недопустимой связи. Пошли, пошли, поторопитесь. Разве вы не служите месту? Нет, сегодня служит епископ. Я это свое место знаю. Проходи. Субтитры создавал DimaTorzok Мама, мне что-то плохо. Жар не спадает вот уже три дня. Что же это будет, доктор? Меня не температура беспокоит. Хуже, что он не приходит в сознание. Возможно, выздоровление будет долгим. А если он не выздоровеет? Тогда все кончится очень быстро. Пожалуйста, не говорите этого моей жене. Могу я чем-нибудь помочь? Благодарю вас. Бог карает меня. Гнев его справедлив. Он оставил меня. Он наказует меня за мои прегрешения. Замолчите, Луиза. Что могут изменить ваши бредни? Ничего. Выслушайте меня. Вы должны знать правду. Это я убиваю моего сына. Я дала ему жизнь, и я же ее у него отнимаю. Я убийца. Я должна подвергнуться унижению. Я должна предать себя на позол, чтобы небо простило меня. Так, разбудите его. Пойдите, отдохните. Пойдемте. Нет. Вы должны. Нет. Вы должны выслушать меня. Пойдемте, оставьте его. Пойдите, отдохните. Пошли, пошли. Пойдите, отдохните. Пошли. Жульон, пожалуйста, вы не могли бы посидеть со Станиславом? Конечно. Позовите меня, если что. Да. Луиза, пошли теперь. Умоляю вас еще минутку. Хорошо. Скажу, что вы приготовили вашу комнату. Уходи. Оставь наш дом, заклинаю тебя. Я сделаю все, что ты хочешь. Но при одном условии будь осторожна. А главное, ничего не говори. Ты не должна рисковать, рассказав об этом кому бы то ни было. И ни в коем случае нельзя открываться мужу. Если он узнает, если он узнает, то сразится скандал. Но все, грубо, и тебе после этого срама не поднят. Тем лучше я буду страдать. Пусть меня втопчет грязь. Но я спасу моего сына. Уходи. Луиза. Луиза. Пусть меня втопчет грязь. Позволь мне остаться. Я не перекоснусь к тебе, не взгляну на тебя. Я буду любить тебя издалека, как брат. Я не могу любить тебя, как брат. Не могу. Не знаю, что я делать. Я погиб. Если с ним произойдет несчастье, ты будешь ненавидеть меня до конца моих дней. Почему это не отец, не слава? Тогда это был бы не такой ужасный грех, любить тебя, как я люблю. Не уходи. Не оставляй меня дном. Я не отрекусь от нашей любви. Мы вас побеспокоили? Воскресенье мы рискнули. Как здоровье, Станислава? Уже лучше, спасибо. Прошу вас, входите. Прошу вас, дорогой друг. Извините, я не одет, но я было прилег отдохнуть. Вы ведь знаете, все это время у нас были бессонные ночи. Луиза! Луиза! Куда же это она пропала? Мама пошла на прогулку. А ты жива в постель. Врач сказал, надо беречься. Прошу вас. Пойдемте в гостиную. Как сказать, жизнь началась в тот день, когда я встретила тебя? Скажи мне по-латыни. За несколько дней с тобой я отдала бы вечность. Поцелуй меня. А сколько она у вас пробыла? Лиза? Я думаю, года два или дольше. Вы знаете, я не занимаюсь прислугой. Но она не из тех, кто сплетничает и говорит, бог знает что. Вовсе нет, вовсе нет. А почему она от вас ушла? Я думаю, не повезло в любви и с этим самым Жульяном. Впрочем, я мало что это знаю. Вы не возражаете, если мы возьмем ее к себе? Нисколько. Горничная, она превосходная. Моя жена сможет вам рассказать больше. Через несколько дней мы возвращаемся в Верьер. Вы тогда сможете с ней обо всем подробно поговорить. Прошу вас. Госпожа Д'Аренальд должна быть очень устала. Передайте ей мое почтение. Да, она совершенно изнурена. Тебе уже не страшно? Страх, раскаяние. Я уже не знаю, что означают эти слова. Фалько, ты написал это письмо. Мерзавец. Так это ты его написал? Отпусти меня. Ты или нет? Отпусти. Ты сделала так, что меня выгнали из мэрии. Это ты написал министру безжалостно разорять мелких провинциальных печальников и введите монополию, как над торговлей тубаком. После 20 лет дружбы ты меня едва не убил. А теперь ты являешься, обвиняешь меня в низости. Посмотри. Прочти это. Извини, я потерял голову. Оставьте-ка нас. У тебя прозрение? Если я застану эту деревенщину с моей женой, я убью их обоих. Это черноябочие в лечении воспитателя и любовника вашей жены. Что все это значит? И почему ты обвиняешь меня? Сын плотника. Тебе это понятно? Жульен Сорель? Если я его убью, все и все будет на моей стороне. Закон мои, друзья, суд. Нож в живот. Я ему сажу нож в живот. Какой скандал. И это дойдет до Парижа. Появится в газетах. И тогда мне, благородному человеку. Со всеми моими заводами. Замком Верджи. А ведь у меня много врагов. Придется уехать за границу. Придется даже сменить имя. Решено. Я убью этого мерзавца. Это Элиза. Здравствуй, Элиза. Здравствуйте, господин Станислав. Здравствуйте, господин Джульен. Господин Джульен, мне нужно вам кое-что сказать. Попросите, пожалуйста, господину Дюкро заказать нам третий том опыта в Монтене. Я сделала ужасную вещь. Я рассказала господину Вальну. О чем? Я сказала ему все. Все, что я знала. Все, что я видела. Что вы ее любите. Что она ваша любовница. Кто? Кто моя любовница? То, что вы сделали, просто возмутительно. Постойте. Он отправил письмо господину Реналю. Анонимное письмо. Я видела, как он вырезал слова из газеты. Я прошу вас прощения. А если все это клевета? А сколько женщин до нее была оклеветана? Через нее мстят мне. Вполне возможно. А я, вот я и попался в ловушку. Замечательная. Чудесная женщина, которая всегда была самосовершенством. Всегда. Что же я могу сделать? Что я должен сделать? А мы сегодня встретили и Лизу. Да, и как она поживает? Она теперь работает у господина Вальну? А, ну да. Они на днях приходили ко мне справиться насчет нее. Я забыл вам сказать. Извините меня. Я уверена, Жулья, что эта девушка по-прежнему к вам очень привязана. Возможно, еще не поздно, она ведь очень хорошенькая. Да. Очень хорошенькая. Что все это значит? Ничего. Это очень честолюбивая молодая девушка. Но ведь вы очень честолюбивая. Я это вовсе не порог. В конце концов, честолюбие, если им одержимы обувь, более похваживающим эгоизмом. Вы не находитесь? Да, да. Да. Это очень рискованно. Ты уверена, что он спит? Да. Садись. Пиши, составим черновик. Сударыня. Мне известен ваш секрет. И из дружеских чувств к вам. Я советую вам с этим маленьким интриганом. Пиши. С этим маленьким интриганом, которому вы проявляете неприличную логосклонность. А вот это верно. Пиши. Ваш муж предупрежден. Мы об этом позаботились. Возьми. Вырежь слова из газет и наклей их на этот листок. Что ты на меня так смотришь? Ты переходишь от угрузения совести к наступлению без малейшего колебания. Сюда. Иди. Иди. Подожди, прошу тебя. Я так хочу тебя. Нет, не сейчас. Я сейчас дам ему прочесть письмо. Не стану ждать его реакции. Потреблю, чтобы ты ушел. Но ненадолго. Долго я просто не вынесу. Я передумаю. Сумею бы убедить. Ты скоро вернешься. Я так хочу тебя. Сильнее, чем вчера. Сильнее, чем когда-либо раньше. Судариня, госпожа Дариналь. Да. Я хотел вам сказать. Вам нужно будет найти себе другого духовника. Почему? Я вскоре удаляюсь на покой. Как это печально. Прошу меня простить, но мы ждем парижан к обеду. Поскольку я вас больше не увижу, то прежде чем уйти, я хотел попросить об одной милости. Жюльян должен как можно скорее поступить в семинарию. Но Жюльян свободен. Он делает то, что хочет. Жюльян не должен закончить свою карьеру, как воспитатель детей каких-нибудь вольно. Он слишком хорош, слишком блестящий для этого. Его ожидает бестящая карьера. Если только вы репутация бабника не станет известна за пределами барьера. Ваша судьба, судариня, это ваше дело. Но вы сильно вредите ему. Вы должны его отослать. Держа его при себе, вы ломаете ему жизнь и карьеру. Луиза, а я вас искала. Не уходите, господин Кюре. Обед будет во вторник вечером. Вам это удобно? Во вторник вечер. И привозите с собой вашего протеже. Он так декоративен со своими лыщенячьей мордочкой. Когда он вам больше не понадобится, то знайте, что мы его берем. Во вторник вечер. Будем рады. У вас прекрасно идут в дело наши объедки. Прошу прощения, мне нужно поговорить с моим мужем. Извините меня, господа. Скоро я буду в вашем воспоряжении. Прочтите это. Я выходила из конторы нотариус, когда нефт приблизился ко мне, вручил это письмо и быстро удалился. Это мерзость. Мальчишку нужно отправить немедленно. Дайте ему денег и пусть уходит. К родителям куда угодно, но чтобы у нас его не было. Он безо всякого труда найдет себе работу. Вольного манжерона хотели бы его заполучить. Пусть уходит. Слушайте, постарайтесь хоть две минуты подумать над тем, что вы делаете. В последнее время вы только и думаете о нарядах. Вы стали такой кокеткой. Затронута моя честь. А вам кроме этого больше нечего мне сказать? Скандал нам совсем ни к чему. Об этом узнал бы весь Вильяр. Нужно хорошенько подумать и действовать вместе. Вместе? А разве вы не получили анонимное письмо? А мне вы об этом сказали? У вас нет ко мне ни малейшего доверия. Я этому не придал никакого значения. Никакого значения? Мы дали кровь опасному человеку. У него нет ни малейшего такта. А виноват во всем он сам. Если бы он не отказался жениться на Элизе под предлогом, что она потихоньку бегает к... К кому? Господин Вольно. Да, в этом все знают. Это давнишняя история. Что вы такое говорите? Ему не повезло со мной, и он принялся за горничную. Вольно? Ну, почему вы никогда раньше мне об этом не говорили? Потому что я не хотела ссорить вас с вашим другом. Но я до всегда его считала тщеславным и тупым. А его пошли письма, а его стихи... Он что, вам писал? Десятки писем. Одно не лепее другого. Успокойтесь. Я успокоюсь, если вы дадите мне ключ. Я вам его не дам. Из принципа. Ублюдок. Я убью его. О, успокойтесь и выслушайте меня. Вскоре вы станете депутатом. И судите по тому, что вам дал понять король. Возможно, вы даже будете заседать в палате пэров. Затея с Вольно разговора об его анонимном письме, это значит признать перед всей провинцией, под Париже, что какой-то выскочка входит в число наших друзей. Вы не станете говорить Вольно, ни слова. И вы откажете Жюльену. Я требую этого, или я сделаю это сама. Но его отец не должен дать пищу слухам, надо уметь делать дела. Вы сами это говорили. Вы уважаете Жюльена. Вы ему продажируете. Вы благодарны ему за успехи нашего сына. Вы оплатите его учебу в семинаре. Все годы учебы? Вы хотите, чтобы они замолчали? Вам завидуют, друг мой. А кто виноват в этом? Ваши таланты. Вы прекрасный мэр, у вас несколько домов, обставленных с тонким вкусом. Я вам принесла немало преданий. А вскоре ему унаследуем делать состояние от моего дядюшки. Все это делает вас первым лицом во всей округе. Так чем же вы хотите? Нормально, что вам завидуют. Вы так умны. Так вы обратили внимание на мое платье? Стало быть, вы смотрите на меня иногда. Ну, конечно же. Идите в гостиную. Ваши друзья вас заждались. Спасибо. 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 , спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. , спасибо. . Спасибо. . Спасибо. , спасибо. . Спасибо. , спасибо. , спасибо. . Спасибо. , спасибо. . Спасибо. , спасибо. . , спасибо. , спасибо. , спасибо. Как ваше имя? Джулиен Сорель. Вы сильно опоздали. В это время к нам не приезжают. В конце концов, он вас ждал. Войдите. Он прибыл. Подождите сюда. У меня рекомендательное письмо. Сядьте. Подзылаю к вам Жургена Суреля, которого я сам крестил. Сын плотника. Я полагаю, что он будет тем не менее отменным трудолюбцем в вертограде господнем. Память и понятливость, все есть у него. И он прекрасно знает латынь. Но долговременно ли его призвание, искренне ли оно? Господь нам откроет это. За его учебу будет платить его покровитель и бывший наниматель господин Дейреналь, мэр Верьер. Что ты меня, то послужив Господу в более сорока лет, я начинаю привыкать к мысли об уходе на покой и об одиночестве. Славный Шелан. Душа его спокойна. Искренне. Господь нам откроет это. Если бы мне не рекомендовал вас такой человек, как Аббат Шелан, я бы остерег вас от ресталища лжи, от сует мирских и прочего, и прочего. Но я полагаю, что он уже взял на себя этот труд. Да, конечно, он взял на себя этот труд. Я могу дать вам честное слово, что... Это выражение здесь неуместно. Оно слишком напоминает о суетной чести мирян, которая служит им к алибе в заблуждениях и даже преступлениях. Була Ацакрам. В 1656 году Булой Ацакрам, папа Александр VII, подтвердил осуждение инсинистов, несмотря на выступление Паскаля в письмах к провинциалу. Он... Хорошо, очень хорошо. А вера? У вас есть вера? Я верю сердцем. Но не разумом. Определенно, Паскал. Уже поздно, а мы поговорим обо всем об этом в другой раз. Номер вашей гели, 103-й, господин Сураль. Просвещайтесь. Познавайте. Вы здесь для этого. Но хорошенько усвоите то, что покорностью и смирением вы завоюете благосклонность папы. А ведь от него, и только от него, пусть и Господа Бога зависит ваше будущее. Будем говорить конкретно. Выходя отсюда, вам хотелось бы иметь надежный... Слушаю вас, господин Сураль. Так, по-вашему, стремиться по мере сил возвысить душу, изучая священное писание и работы крупнейших богословов, это все второстепенно? Это важно, очень важно. Но они и главное. По-вашему, важнее усвоить лесть и покорность, чем святого Августина? Я просто хочу сказать, господин Сураль, что когда лучший ученик из выпуска вернется к себе зимой и не найдет ни хлеба, ни даже завалящего каштана, он пожалеет о тех долгих вечерах, которые он потратил на святого Августина. Вместо того, чтобы угождать старому Кюре, занятие окончено. Даю вам возможность поразмыслить. Стать папой? А почему бы нет? В конце концов, секс-пятая посвенность и свиней. Разместивался. Папами бывают только итальянцы. Я согласен стать епископом, как епископ Шалоно. Его отец был бочаром, ну а мой мясник ничуть не хуже. А мне бы приходят где-нибудь в горах. Куры, яйца, сыр в долг. Куда лучше, чем быть городским Кюре? Это уж точно. Мартин Лютер, ты не любишь сосиски? Посмотрите-ка на него. У него такой несчастный вид. У тебя что, отрыжка от чечевичной похлебки? Да нет, он к ней даже не притронулся. Вы слишком отличаетесь от остальных. Вы не можете им нравиться, вы всегда будете одиноки. Мне все известно, я в курсе всего. Богословие, догматы веры, священная история. А, по всем предметам, вы первые. Вы живете в мечтах? Или, зарывшись в книге, вы презираете ваших соучеников? Вы ставите себя выше преподавателей. Гордыня. Гордыня. Поступая сюда, я надеялся, что встречу кого-то, кто станет направлять меня, но не нашел никого, ни опоры, ни совета. Мое покровительство сослужило бы вам плохую службу. Я сам в довольно трудном положении. Викарий метит на мое место. Меня обвиняют в венесианизме. Кроме того, я являюсь духовным наставником очень влиятельного в Париже человека, Маргиза де ла Моля. Это у меня тоже ставится в упрямь. Может случиться, что после 15 лет моей службы в этом доме мне придется уйти. Но кто же вас может заменить? Аббат Фрилер. Иезуит. Он меня ненавидит. И моему протеже придется не сладко. Прежде чем уйти, я мог бы тебе кое в чем посодействовать. Я назначу тебя преподавателем нового и старого завета. Что это значит? Это позволит тебе не ходить в общую столовую. Вот ключ от сада. Ты сможешь гулять, когда захочешь. Спасибо, отец мой. Все, все. Я наблюдаю за тобой вот уже в течение нескольких месяцев. Я не должен никому исходить ни любви, ни ненависти. Но к тебе. Я я привязался, дитя моё, против своей воли. К тебе есть что-то, что бунтует против посредственности. Твоя карьера будет нелегкая. Куда бы ты ни попал, товарищи будут тебя ненавидеть, все, где тебя будут завидовать, хлеветать. Будь чист, несмотря ни на что. Иди своим путем. Когда я работал воспитателем, то смог накопить немного денег, если вам придется уйти из семинарии, если они вам понадобятся, то можете на них рассчитывать. Это не понадобится, спасибо. А теперь заставь меня. Отец мой, с тех пор, как я здесь, я не получил ни одного письма. Ни одного. Ни одного. Я рад, что вижу тебя. Я прихожу сюда каждый месяц, вот уже 9-10 месяцев, и ни разу мне не позволили войти, а сегодня я подбазал это чудовище у ворот. Следовало бы раньше подумать об этом, и мне бы позволили тебя видеть. Как ты похудел? Ты что, ничего не ешь? Да ем я, конечно. Отец-состоятель дал мне ключ от сада, и я могу гулять сколько захочу, и я могу есть один. Семинаристы меня ненавидят. Как в Верьере? В Верьере ничто по сравнению со здешним заведением. Здесь дом лицемерия. Семинаристы думают только о деньгах, это их единственная религия. Тебе что-нибудь известно? А у тебя есть новость? Она стала очень навыжной. У нее новый духовник, Аббат Маллон. Но она ездит исповедаться в Дижон или Бизонсон. Ты ее видел? Недавно. Она была в церкви на службе. Скажи, как она живет? Сильно же изменилась, наверное. Я не получил от нее ни единого письма. Ни единого? Возможно, это к лучшему. Наверное. Тебе нельзя здесь больше оставаться. Приходи ко мне. Победаем вместе. Отец-состоятель, Аббат Перар, сказал мне, что возможно, а я приеду к нему в Париж. Нет, нет, поднимите. Так, так, на меня, на меня. Лучше над диваном. Да, над диваном. Чуть правее. Хорошо. Оставьте здесь. Хорошо. Господин Сорель, я буду краток. Я знаю, что вы привыкли к особому расположению. У меня иное представление о том, как следует управлять этим заведением. Это неинтересно. Уберите со стола. Я покончу с этим отличием и привилегиями. Я ныне вы будете есть со всеми братьями. Да, отец мой. Возьмите эту шкатулку. Я сложил в нее кое-что. Ключи от сада. Аббат Перарзе забыл эти вещи в шкафу. Сумеете мы ее передать? Думаю, вы знаете, где его найти? Моего друга, Маркиза Даламор. Да, отец мой знаю. Очень хорошо. Вы свободны. Мой жилья. Любовь моя. Я наконец обрела покой. Бог дал мне сил не питать ненависти к тому, кто вел меня во грех. Ибо он останется для меня самым дорогим, что есть на свете. А возненавидит сам грех мой. Жерсть бы принесена, друг мой. А это стоило мне немалых слез. Господь справедлив и суров. Не обрушит гнев свою на сына за непростительный грех его матери. Прощай, Жюльян. Не отвечай мне, прошу тебя. Если тебе уж так захочется ответить, воспользуйся словами, которые женщина, вернувшаяся к добродетелю, могла бы прочесть некраснение. Тише. Заболчи. Тише. Жюля. Луиза. Луиза, это я. Открой быстрее. Открой, умоляю тебя. Это я. Четырнадцать месяцев я тебя не видел. Оставьте, прошу вас. Уходите ли я, позову моего мужа. Ну что же. Давай, зови его. Если ты меня забыла, мне нечего терять. Зови его. Зови его. С ума сошли. Уходите. Уходите. Как это возможно? Год ты меня не видела. Позволь мне хотя бы поговорить с тобой. Нет, не зачем говорить о чувствах, которых у меня больше нет. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты меня больше не любишь. Скажи мне. Я вам писала в письмах, я все сказала, но вы не отвечали. Мне не передали твоих писем. Я их только вчера нашел. Да я и распростился с его преосвященством. Я уезжаю в Париж. Ты уезжаешь? Что ты хочешь? Больше ты меня никогда не увидишь. Давай поговорим, если хочешь. Я уезжаю. Завтра. Завтра. Как поживает Танислав? Он говорит о тебе довольно часто. Ему тебя не хватает. Как тебе было в семинарии? Я думал только о тебе. Каждую минуту. Там одна посредственная стилитя Мирия. Мне повезло, что я уезжаю в Париж. Там ты добьешься успеха. Почести и любви. Нет, не говори. Не говори глупостей. Я уже узнал, Любовь. Это ты. Это ты. Это ты. Это ты. Я уже узнал, Любовь. 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 Любовь. Я уже узнал, Любовь. Пройдешь через Чулан, никто тебя не увидит. Завтра утром. Не говори о завтра. Умоляю тебя. Умоляю тебя. Я ничего не боюсь тобой. И ты ничего не боишься. Приведи Станислава к окну. Не хочется его увидеть. Сейчас. Я принесла еду. Пойдем в мою комнату. Как я заскучилась. Расскажи мне о семинарии. Как зовут эта баба-то господин Пирар? Я же сказал тебе вчера. Я не слышала. Я думала только о том, чтобы тебя прогнать. А баба-то господин Пирар находится, но у меня большие способности. Правда? Я не сомневалась. Откройте, Луиза, кто-то посторонний в доме. Подожди, не сейчас. Нет. Не уходи. В доме вон. Кто-то пробрался в наш дом. Зель, надо срочно бежать. Да, я тебя поцелую. Нет, нет. Не уходи так. Нет. Не забывай меня. Поцелуй, Танислава. Я люблю тебя. Луиза. Луиза. В чем дело, любовь моя? Не знаю, но в доме вор. Я хочу лично проверить ваше окно. На русский язык фильм звучит на киностудии «Фильмэкспорт» по заказу телекомпании «ТВ-Центр». Перевод Людмилы Вахуркиной. Режиссер Валентина Тежик. Звукооператор Павел Дроздов. Инженер звукозаписи Светлана Ширина. Роли озвучивали Ирина Губанова, Александра Назарова, Светлана Старикова, Владимир Конкин, Алексей Инжеватов, Виктор Петров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Король Пуке Ким Росси Стюарт Юдит Гудреш И Клод Риш Красная и Черная Вторая часть Сценарий и экранизация Даниэль Томпсон и Жан Даниэль Верхэк Диалоги Даниэль Томпсон по роману Стендара «Красная и Черная» В фильме снимались Констанция Энгельбрехт, Франческо Асквароле, Морис Горель, Композитор Филипп Сант, Оператор Жерар Венерон. Совместное производство ТФ-1, Алья Продакшн, Телефранс, Медиасет, Теллюксфильм. Режиссер Жан Даниэль Верхэк. Ну и где же он, ваш юный гений? Молодой Жульен Сорель, о котором я вам говорил. Прекрасно, входите. Латинист, латинист. А в орфографии-то он силен? Отвечайте же. Я... я много читал. Да, но здесь вы должны будете писать. Я сильно отстал. За два года у меня сменилось семь секретарей, один глупее другого. Я положил три куска сахара. Вы как будто бы умны и расторопны. Никогда ни одно слово, продиктованное мной, само собой, или случайно услышанное, не должно покинуть стены этой комнаты. Это испытательный срок. Если через несколько месяцев господин Делемоль решит расстаться с вами... Тогда я вернусь в семинарию. Кстати, господин Моркиз, я считаю совершенно необходимым, чтобы Жульен ежедневно посещал курсы богословия. Но не в ущерб работе. Как насчет черного костюма? Вы считаете, он обязателен? Безусловно. Но тогда может быть черный... Скажем, менее траурный черный, какой носят служители культа. Но Жульен еще не священник, пока еще. Пока еще нет. Значит, все в порядке. Пойдите к моему партнему и закажите себе несколько костюмов. Черных, раз уж так нужно. Ну и рубашки. Сколько рубашек? Две, три? Две дюжины для начала. И к сапожнику. Вот адреса. Арсен? Вы будете прислуживать господину Сорелю, хорошо? Хорошо, господин Моркиз. А приход я для вас добуду, обещаю. Рядом с Лизье, неподалеку от моих владений в Плантагрии. Дом священника 15 века. Восхитительный. Вам подойдет? Но при этом вы остаетесь моим духовным наставником. Господин Аббад. Походка. Вы не возражали бы, если бы он брал руки танцев? Об этом не может быть и речи. Какой благородный человек. Подать мне чашку чая, да господин Дориналь на месте бы умерли. Не слишком обращаясь, это один из самых знатных вельмож королевства. Он щедр, но он человек с причудами. Ты сын плотника, его же предки были крестоносцами. Впрочем, это единственное превосходство, которое он признает. Здесь деньги не главное. Мы не в провинции. Кстати, я получил для тебя стол уйдоров. Хватит для начала. Ну, раз уж в Париже деньги не главное. Нужно их заставить уважать себя, иначе они тебя затравят. Хотел бы вас поблагодарить. Вы были, вы как отец мне, настоящий отец. Мой отец всегда меня ненавидел. Я думал, что я проклят, и вдруг случайно я встретил вас. Ты мне тоже помог. Мы едем к штобу, портному господину Далемоля. В Безансоне, когда меня сместили, я был очень одинок. Все отвернулись от меня и сбегали встречаться со мной взглядом. А ты... Ты предложил мне свои сбережения. Никогда не нужно говорить случай, сын мой. Нужно говорить провидение. Всем добрый вечер. Матильда что-то сильно запаздывает сегодня. Сегодня 30 апреля. Ах, боже мой, верно. Я не советую бедняге Филиппу показываться ей сегодня на глаза. Господин Жюльен де Сорель. Мы сегодня ужинаем с прислой. Арсен вам не сказал? После шести у нас принято одеваться. Одеваться? Да, мы надеваем чулки и прочее. Я поднимусь к себе переодеть. Не стоит. На сегодня сойдет и так. Ничего. Я представляю вам господина Жюльена Сореля. Не де Сореля. Жюльен, мой новый секретарь. Барон де Кули, баронесса, викон де Сенклер, лорд Сафолк. Мы все были в Лондоне в те черные годы. Маркиз всегда говорит в трагических тонах об эмиграции. Норбер. Да, отец. Я припоручаю его тебе. Но где же все-таки Матиль? Маршальша де Фервак. Похоже, провинца, как свежим ветром подуло. Анжелика де ла Сент-Эри де Те, лучшая подруга моей сестры, ее жених Маркиз де Рувре. Герцог де Крузнуа, жених Матильды. Помолчи, Анжелика, это еще не официально. А я и не знал, что у вас есть сестра. Норбер, вы объяснили нашему другу, что означает 30 апреля, иначе он на самом деле ничего не поймет. Ужин подан. Ну нет, я еще не выпила свой бокал шампанского. Отец, вы не станете наказывать меня за опоздание? Как ты прелестно, несмотря на то, что ты вся в черном. У вас предубеждение, господин Сарель? Вы тоже носите трау. А теперь он намерен предать короля Карла X, для него это привычное дело. А кто ни разу не предавал, может быть вы? Или ты, Филипп? Господин Талеран, самый блестящий человек нашего века. Он меняет убеждения. И правильно, только идиоты терзаются из-за своих убеждений. Добрый вечер, Матильды. Позвольте себе представить. Господин Жульен Сарель. Мадемуазель. Так мы ужинаем, я умираю с голода. Да? Я секретарь Маркиза, но мне платят не за то, чтобы я присутствовал на их вечерах. Он полагает, что мне это доставляет удовольствие. А я был бы счастливее, если бы пообедал один в маленькой грошовой харчевне. Жульен, весь Париж бьется за то, чтобы быть приглашенным в этот дом. Это очень влиятельная семья. Их уважают друзья. А уважение это не шутка. Вы бы видели, каким взглядом смотрит на них дочь Маркиза. У нее большие претензии, но она не глупа. Не то, что ее жених, и она не обманывается на его счет. Успокойся. И так решено, вы отправляетесь в Нормандию? Сегодня же вечером. Если бы вы только могли что-нибудь сделать. Ну, насчет этих обедов, приемов, если бы вы могли добиться, чтобы... Я не знаю... Не рассчитывай на меня. Один в своей комнате с записками со святой Еленой, я был бы просто счастлив. Мне повезло обнаружить здесь великолепное издание. Учение Христа столь же полезно и менее опасно для твоей репутации. Я вернусь через несколько месяцев. Я буду чувствовать себя одиноким. Я вернусь через несколько минут. Мне вам помочь? Вы не обязаны. Вам за это не платят. Мне платят за то, чтобы я был учтив с вами. А я живу на свое жалование. Я ищу Бомарше и Вальтера Скотта. Вы не знаете, где они стоят? Вы подождите минутку, я еще не освоился. А записки со святой Еленой, они здесь? Или в вашей комнате? Вальтер Скотт, мне кажется, что я видел Томик сегодня утром. Я, мадемуазель, считаю, что никогда еще Франция не пользовалась таким высоким уважением народов, когда у нас правил император. А точнее царил. Со всеми своими камергерами, со знатью в кружевах, с приемами. Он вернул Франции всю эту дореволюционную мишуру. Но он сделал не только это. А еще он уложил 10 тысяч солдат на полях сражений. Но и он там был на этих полях сражений. Это порискованнее, чем окопаться в богатых кварталах. И дрожать от страха, как бы снова не случилась революция. Вальтер Скотт, Айвенга, пожалуйста. У нас правило. За обедом не говорить ни о Боге, ни о Короле. Ни об оппозиции, ни о революции. А тем более не говорить о ней хорошо. Так что остается только погода. Я тоже нахожу, что это скучно. Если у вас есть другие темы, не стесняйтесь. Если вы расскажете об этом инциденте, вашему отцу меня немедленно выгонит. Отец, мне нужно с вами поговорить. С радостью, моя дорогая. С радостью, моя дорогая. Я разгневан. Как я разгневан? Как я обманулся. Я вне себя. Садитесь. Пишите. Сударь! Нет. Дорогой друг, к моему великому сожалению, соглашения, которые мы с вами заключили, должны быть отменены. Чего вы ждете? Вы посылаете это аббату Пирару? Аббату Пирару? Почему аббату Пирару? Не знаю. Итак, к господину герцогу де Круазнуа, 180, улица Сент-Оноре. Дорогой друг, соглашение... Нет, так не годится. Я дал себя обмануть. Дорогой друг, наши семьи породнятся. Я этому очень рад. Точка. Однако... 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 Черт. Не могу я объяснить, почему я во всем потакаю своей дочери. Однако, мне казалось бы разумным отложить на несколько месяцев официальную помолвку. Матильда сегодня же уезжает к нам в УЗС и проведет там лето. Это небольшое препятствие, которое таковым не является, позволит тем временем нам с вами обсудить последние детали относительно приданного, которые я даю за своей дочерью. которое таковым не является. Вы находите, что это удачно сказано? А вы находите это лишним. Это препятствие или нет? Вы это знаете? Он это узнает. Мне кажется, что во фразе, которая таковым не является, подчеркивается как раз обратное, что оно таковым является. Хорошо, закончите обычной формулой вежливости. Я перечитаю его попозже. Вам надо бежать скоро три часа? Ваш внук богословие? А иначе мне достанется от аббата Пирара. Здесь Жульен Сорелли? Нет, Жульена Сорелли здесь нет. Он у нас бывает по вторникам, четвергам и субботам. Я полагаю, что сегодня с утра вы найдете его на уроке танцев на улице Канде 22. Там есть выездка. Какие успехи? Какие успехи? Но не в богословии. Вот уже больше шести месяцев как-то туда и носу не кажешь. Я много ездил. У маркиза земли в Пикарди, в Британии. Он каждый месяц посылает меня туда проверять, как работают управляющие. Он говорит даже о поездке в Англию. Прекрасно. Почему бы тебе не брать теперь уроки английского? Танцы, фехтование, верховая езда. Как повезло семинарии. К ним вернется настоящий джентльмен. Джентльмен, Дэнди. А где же Бог? Где Бог? Сударыня, вы не могли бы смотреть под ноги. Сударь, потрудитесь, пожалуйста, поднять зонтик. Сами поднимите. Или попросите Бога. Вы отвратительны, сударь. Дайте мне ваш адрес. Я не дерусь с Кюре. А я дерусь со всяким, кто оскорбляет церковь. Ваш адрес. Вот мой адрес. Дерьмовая батюшка. Жульян, не надо. Не надо. Вы видите, в Париже нужно уметь драться. Это ваша карточка? Господин Сорель? А это ваша? Совершенно верно. Мы с вами знакомы? Это не он. Нет, это не он. Я не понимаю. Я пришел, чтобы биться на Дэль, сударь. Прекрасная идея. Замечательная. Попозже решаю. Прошу вас. Но почему? Ах ты трус. Этот человек выдал себя за вас. Да разнимите же их. Пусть их разнимут. Частенько ему приходится драться с прислугой. Живей, живей. Пошли другого кучера. А вы на его место. А мы с вами будем биться, раз уж вы за этим пришли. Пошли. Садитесь в экипаж. И вы, секундант, садитесь. Не станете же вы драться в этой одежде? Почему бы нет? Поторопитесь. Он в черном за двоих. Прошу вас. По дороге остановитесь у моего друга Бо Вуази. Мне ведь тоже нужен секундант. Итак, мы будем сражаться. Я обожаю это. Во Франции больше не шутят. Ни страсти, ни самосбродства, даже жестокость не смешна. Вот наворотили. Еще есть время остановиться. Господа, начинайте. Я целился в локоть. Надеюсь, я вам не сделал слишком больно. Надеюсь, до скорого. Мне тоже было очень приятно. До четверга в опере. Спросите мою ложу. Мой привет Маркизу. Полагаю, вы его родственник? Нет. Я его секретарь. Всегда что-нибудь случается в первый раз. Оказывается, я дрался со слугой. Доктор сказал, что вам надо полежать. Оставь меня в покое. Я хочу одеться. Жюльен мне поможет. А ты иди. Ты составил отчет о налогах для министра? Да, сударь. А баланс арендной платы за земли в Пикарди... Он у вас на столе? Чулки. Чулки. Сделайте одолжение. Но только осторожно. Суставы горят. А он-то Альтамира. Ты знаешь, откуда он появился? Он тебе это сказал? Говорил? Он приговоренный к смерти. Королем? Да. В своей стране. Одна из знатнейших семей Неаполя. Неаполь, да. Но тем не менее, приговорен к смерти. Это личность. Точно. Представьте себе, он заинтриговал мою дочь. Ее, которая ненавидит людей. А насчет оперы, ты можешь пользоваться моим годовым абонементом. Раз уж мы родственники. Аннабел, пригласи Альтамира. Матильда будет в восторге. Ваша дочь возвращается? Я потребовал, но она-то поступит, как ей заблагорассудится. Как всегда. Матильда будет в восторге. В городе много говорят о вашем новом секретаре. И что говорят? Что вы к нему привязались. Вам, французам, не хватает легкости. А сегодня огонь погас. Деньги, расчет, выше прекрасных идей. Кем бы был Дантон сегодня? Полагаю, вором. И даже не вором. Он бы продался. Вот все. А уж о Наполеоне я и не говорю. Уж этот-то всем ворам вором. А что, лучше быть вором или продаваться? Так вы друзья? У нас много общего, как это часто бывает, как бы это сказать, у перемещенных лиц. Извините, я увидел тут одного мерзавца, которому я должен сказать пару слов. Вы много выезжали в свет в Париже? Говорят, это самый замечательный балл сезона. Мне трудно судить, это мой первый балл, мадемуазель. Но он великолепен. Руссо говорил, с ума сбродства меня удивляют, но не соблазняют. Жильен! Жильен! Госпожа Дофервак, можно вас на одно слово? Полагаю, мой отец и не за то вам платит, чтобы вы говорили со мной о Руссо. Что такое? Я просто смотрел в ваши глаза. Они действительно прекрасны. Ваш отец родил меня на повал. Я должна выпить настоя, хотите? Он уймет сердцебиение. Нет, спасибо. Пойду потанцую со своим женихом. Жильен, когда-нибудь мне расскажете правду? Кто был ваш отец? Разве я вам не друг? Вы можете мне сказать, обожаю секреты? Жильен Сорель, вот это встреча. Впрочем, я не удивлен, я вас искал. Господин Вально, госпожа Дофервак. Барон де Вально. Но откуда вы выкопали эту историю с сыном плотника? Вы прямо из Вильера? Прибыл сегодня утром. Приехал, чтобы поблагодарить министра за мой баронский титул. Вы знаете, что я сменил господина де Ренале? Теперь мэр и я. И как они все поживают? А Станислав, как у него дела? Значит, вы возитесь с бумагами маркиза. А тонко вы всех провели. Так этот испанский герцог, этот военно-пленный, вам не довелось его знать? Испанский герцог? Нет, 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 не довелось. Я лезу не в свое дело, но ведь это маркиз де Ла Молли, рассказывает всем направо и налево. Ах, Жюльен Сорель, у меня нюх. Я всегда узнал, что у вас что-то есть. Ладно, если когда-нибудь окажетесь в Вильере, могу передать послание. Я вскоре увижу ее. Кого? Ну, как хотите. Покатаемся по городу? С удовольствием. Поехали, Антониман. КОНЕЦ Это участок номер 23? Нет, это гораздо дальше. Идите все время прямо. Сюда? Да, правильно. КОНЕЦ 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 Здесь похоронен тот, кого вы любили? Да, любил. А вы? Я часто прихожу сюда, я гуляю, читаю имена, даты. Иногда увидишь медальон, иногда эпитафию. Но воображаешь столько всего, мне совершенно все равно, что обо мне думают люди. Вам сказали, почему я ношу траур в последний день апреля? Нет. Я ношу траур по любви. По любви и к той форме, любви которой больше нет. Деля Моль, мой предок и Марго, королева Наварская, презирали законные условности. Он погубил себя из-за нее. А поскольку ей нечем было пожертвовать ради него, кроме своей репутации, она любила его открыто, ну и кончилась тем, что его убили. Ему было 20 лет. В ту минуту, когда он увидел ее, он уже знал, он знал, что она будет его единственной любовью, и что из-за нее он погибнет. Маргарите говорили, как это обычно говорят принцессам, что она будет счастливее других, и потому что она высокого происхождения, и потому что она была красива. Но так говорилось, чтобы покрепче ее запереть. Из-за таких вещей короли сходят с ума или умирают с тоски. Когда его казнили, она пошла к палачу, поцеловала мертвые губы, завернула окровавленную голову в полотно и унесла с собой. Она тайно похоронила ее, и каждый год 30 апреля, до самой своей смерти, она приходила на могилу. Я не хочу, чтобы их забыли. Я восхищаюсь их любовью, отважной, опасной, бурной. А иначе зачем жить? Здесь у вас женщина, которую вы любили, которую все еще любите? Мне можно это сказать? Я умею хранить секрет. Нет, не женщина. Я был на могиле маршала Нея. Для вас он предатель, для меня нет. Он не предатель. Нет, он нет. В то время умирали за идею, а не за медаль. Я 20 лет назад мог бы умереть за надежду. Надежду на лучшее будущее? А вы циничны. А вы очень обидчивы. Нет. Нет, я не обидчив. Я вам завидую. В ваших словах, в ваших вкусах такая свобода, какой мне, увы, не познать никогда. Но почему? Потому что я беден. Потому что даже мысли, ни единой мысли не можешь себе позволить, если карманы пусты. Простите меня, я не привык так изливать душу. Много гордости в том, чтобы говорить о своей бедности такому богатому человеку, как я. Вы презираете деньги? Нет, я презираю горечь тех, кто не имеет ничего, и высокомерие тех, кто имеет всё. Вы должны быть очень несчастны. А вы нет. И она споткнулась о камень. Она ухватилась за меня. Она ухватилась за меня, чтобы подняться. Покажи мне, как. Вот так. Так крепко? Рукой за руку или за рукав? Вы кожей коснулись друг друга? Конечно. Мы задели друг друга, и моя рука коснулась её. И тут вдруг произошла совершенно неожиданная вещь. То, что я полагала, уж никогда не случится. Пропала скука. Он рассказал мне о своей бедности, своих страданиях, своих унижениях. Но ведь это всего лишь слуга. Мне так его стало жалко. И я подумала, может быть, я его люблю? Неужели мне повезёт, и я полюблю? Боже мой! Он беден, но в нём такая сила. А если он кого-то любит, он даже не находит меня хорошенькой. И впервые я увидел, что она красива. Очень красива. По-настоящему красива. И она совершенно по-другому стала разговаривать. О, осторожней. Только не роль наперстника. Возвращались мы вместе в экипажи. И мне хотелось, мне вдруг захотелось, чтобы она рассказала мне о своём женихе. И от него, и от других я получаю десятки писем. Все одинаковые. Меланхолические, якобы страстные, но очень осторожные. И тут я допустил ошибку. Я сказал ей... Но... Но значит, он ничего не понимает, а она... Но а что нужно понять? Что вам-то нравится безрассудство? Мне не понравилось, что он меня разгадал. Я его возненавидела. Особенно, когда он сказал... А вы его всё-таки любите? Какая наглость. За кого он себя принимает, этот сын плотника? Когда мы встретились в библиотеке, я вела себя отвратительно, была невыносима. Из того дня друзья, враги... Её настроение постоянно меняется. То она холодна, высокомерна. То вдруг она оборачивается ко мне. И приветливо улыбается, и смотрит на меня. И смотрит на меня, как если бы... Она смотрит на тебя, как если бы была в тебя влюблена? Нет. Нет, я знаю взгляд влюблённой женщины. Да и зачем ей любить меня? Почему меня? У её жениха Филиппа всё есть. Имя, земли, титул, семья. Но ты ведь знаешь, мне нравятся проигранные сражения. Мадемуазель, здравствуйте. При малейшем неудовольствии я исчезаю на день, на два. Или совершенно её не замечаю. А когда я её не замечаю, она ищет встречи со мной. Именно она ищет встречи со мной. Но это всё стратегия. Тебе хотелось бы, чтобы она предпочитла тебя, потомку славного круазнуа, который участвовал в крестовых походах. А? Разве нет? Пусть она меня предпочтёт. А там посмотрим, люблю ли я её. Он здесь. Добавляясь. Добавляясь. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот, возьми это. Кто знает, может понадобиться. Этой свадьбы не будет. Завтра я дам понять Матильде, что уезжаю. Посмотрим, что тогда будет. Остались только старые служаки. При новой экономике так долго не может продолжаться. К счастью, наш король все собирается вернуть на место. Мы за этим следим, мой дорогой друг. Следим. Не уезжайте. Не видеть вас выше моих сил. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот и я. Я видела, как вы ушли и вернулись. Я уж думала, вы никогда не решитесь. Надо убрать лестницу. Остановитесь, что вы делаете? Я приготовила веревку. Похоже, у вас есть опыт. Что вы хотите этим сказать? Вы спали с Круазнуа и, возможно, с кем-нибудь еще? Нет? Вы первые, кого я пустила в свою комнату. Вам страшно? Испытывать страх вовсе не трусость. Я решила вас полюбить, потому что вы не такой, как все. Это не было предрешено. Я не знаю, кто вы на самом деле. Вы решили меня полюбить? Вы думаете, что говорите о любви, а на самом деле говорите только о себе? Постой. Я хочу принадлежать тебе. Я твоя. Иди сюда. Я никогда не буду твоей. Никогда. Я никогда не буду твоей. Никогда. Проснись. Уходи отсюда. Убирайся. Я тебя ненавижу. Ты не имеешь на меня никакого права. Ты никогда не будешь иметь на меня права. Мне стыдно. Я отдалась первому встречному. Я, я отдалась первому встречному. Убирайся. 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 Поскольку ничто этому не препятствует, давайте назначим день бракосочетания наших детей. Я бы предложил... Я предлагаю встретиться у моего нотариуса, мэтра Шампетти де Риб. Шампетти. Что-то не так? Извините меня. Та поездка, то поручение, о котором шла речь, та поездка в Лондон, когда она должна состояться? Я не знаю. Может быть, в будущем месяце. А почему вы спрашиваете? Потому что я подумал, что если бы я уехал раньше, чем предусмотрено, то я смог бы немного освоиться с английским языком, да и узнать кое-что о нравах англичан. Дорогой друг, я как раз говорил Жюльену, что не могу больше обходиться без него. Не могу обходиться без него. А вы вовремя. Этот контракт какая-то головоломка. Герцог Круазнуа превращается... А что бы вы сделали на моем месте? Мадемуазель де Ла Моль, я хотел бы поговорить с вами. Попозже, пожалуйста. Нет, сейчас. Благодарю вас. Библиотеки. Идите, я подойду. Вы полагаете, что меня, как плебея, можно любить, когда вам захочется? Успокойтесь, меня это больше не забавляет. Вы осмеливаетесь заговаривать со мной на людях. Вы хотите скандала? Крикнуть всем, что я отдалась вам? Давайте же, устройте скандал. Это вы устраиваете скандал. Ну и что? Я у себя дома. Я передумала. Я ошиблась. Вы меня больше не интересуете. И если с вашими куриными мозгами выскочки вы вообразили себе... Замолчите. Я видела, какой у вас был торжествующий вид. Вы смотрели на меня с видом собственника. Вы были первой, но вы не будете... Декратите. ...последним. Вы всего лишь крестьянский сын, ублюдок. Ты хотел меня убить? Вы видите эти осколки? Они в точности отражают те чувства, которые я к вам питал. Он хотел убить меня. Жюльен. Жюльен. Жюльен, открой мне. Открой, Жюльен. Прости меня. Я прошу у тебя прощения. Пожалуйста, открой мне. Открой. Матильда. Ты был здесь? Матильда. Я потерял рассудок. Я боюсь своих поступков, того, что я способен наделать. Никогда больше я не взбунтуюсь, клянусь тебе. Ты хотел меня убить. Ты хотел рискнуть всем ради меня. Что ты делаешь? Если я изменю тебе, напомни, что я поклялась быть твоей всю жизнь. Ты меня любишь? Так ты меня любишь? Да, я люблю тебя. Вы знаете, что я вам полностью доверяю. Это сообщение строго конфиденциальное. Как только вы его передадите, вы останетесь в Лондоне у моего друга Сарфелка и будете ждать моих указаний. Как ты себя чувствуешь? Что говорит доктор? Он говорит, что вредно сидеть в заперти. Он прав. Дверь заперта, ставни на замке. Как ты можешь оставаться в заточении больше недели? Садитесь. Он говорит, что теперь я должна поразвлечься. Вы уезжаете, господин Сурель? Я уезжаю прямо сейчас. Я даже думал, что мне не удастся с вами проститься до отъезда. Вот уже восемь дней, как ваш отец и ваши друзья находятся в страшной тревоге. Он меня знает. Не правда ли, отец? Бывают дни, когда мне все постыло, и вдруг все хорошо. Вот и сегодня все хорошо. Суп кажется вкусным, но я не хочу есть. Счастливого пути, господин Сурель. Хорошо. Хорошо. А теперь повторите-ка мне, что вы передадите от меня лорду Грею. Арсен, прошу вас, оставьте нас. Давайте, вы же не забыли. Нет. Господин Далямоль поручил мне передать лично вам сообщение, которое должно остаться в тайне между вами и им. Сегодня ничто не может нас спасти от кораблекрушения. Король Карл X в опасности. Законная власть тоже в опасности. Мы на пороге новой революции. Так ты любишь ее или нет? Если любишь, то нужно вернуться в Париж. Даже не знаю, люблю я ее или нет. Право не знаю. Она такая непостижимая. Ты не знаешь? Нет, я не знаю. Иногда я думаю о ком-то другом. И о ком же ты думаешь? О чистой и бескорыстной женщине, которую я любил. Как ты находишь? Замечательно. Великолепно. Полная противоположность Матильде? Матильда я не могу выбросить из головы. Не могу отделаться от мысли, что она может выйти замуж за этого кретина. А вот и ответ. Иди, у меня для тебя подарок. 56 любовных писем. Все по мерке точно взвешено. Развитие чувств, ревность, угрозы, безразличие и вспышка новых чувств. Они пронумерованы по порядку. По два письма в день. Да ты шутишь. Лучше пусть меня истолкут в ступе, чем я напишу ехать слово. Кому? Матильде? Кому же еще? Кто говорит о Матильде? Тебе не нужно будет их писать, ты только перепишешь. Скажи яснее. По два письма в день. 30 писем за 15 дней. Через 15 дней ты вернешься в Париж. Найдешь способ, вернешься. И к твоему возвращению она вполне созреет. Да кто? Фервак. Графиня. У тебя есть возражение, да? Она вдова, богата, пользуется влиянием, и у нее лучшие ложи в опере. Если ты ухватишь кусок, это сведет малышку с ума. Скажи мне, а почему 56 писем, а не 55 или 59? Потому что мой друг Коразов, он русский, написал эти письма, ему их вернули. После 56-го ему было отказано в знакомстве. Черный галстук, синий редингат. Письмо вручишь привратнику, примешь скорбный вид. Если случайно горничная увидит тебя из окна, ты слегка улыбнешься с оттенком меланхолии. А тем временем с Матильде ты поступаешь прямо противоположно тому, чего она от тебя ожидает. Ни малейшего упрека, любезен, не стараясь при этом очаровать, но и не совсем безразличен. Думаю, это было бы фальшиво. Она делает вид, что ничего не замечает, но она видит все. Когда ты уходишь, делай вид, что торопишься. Когда возвращаешься, что немного устал. Что касается графини, письма идут, а она не обращает на них внимания. Однажды, примерно на тридцать пятом письме, ты перестаешь писать, няшусь, Газбюр. И тогда уверяю тебя, что... Пакет для господина Суреля. Что это? Пакет для господина Суреля. Госпожа графиня сейчас будет. Добрый вечер, Жюльен. Вы созданы друг для друга, мелкий буржуа и выскочка. Это я вам еще льщу. Правильнее будет сказать плотник, влюбленный в шлюху. Как вы смеете? Весь дом об этом знает, весь Париж знает, каждый день по письму, а иногда и по два. Знает о чем? Вы добились от нее, что весь Париж знает, что она ваша любовница. Я этого не признаю. Меня это не удивляет, она обожает священников. Вокруг нее их целый рой и всем перепадает. Вы не только воспользовались ею, но вы еще и презираете ее. Вы даже не распечатываете ее письма. Письма женщины, которые компрометируют себя из-за вас. Я вижу, что вы... Что вас это интересует. Сударь, сегодня вечером в опере даю тайное обручение. Доставьте мне удовольствие, приходите в мою ложу к восьми часам. После мы поужинаем. Так ты ее не любишь? Раз ты даже не распечатывал ее письма. Извините меня. Но я должен быть восемь часов в опере. Я обожаю тебя, Жюльен. Я тебя обожаю, я прошу прощения. Кого ты обожаешь? Кого, а? Мне нужны гарантии. Гарантии? Да, через два дня, через два часа. Что вы мне скажете? Что я ничто? Что вы выходите замуж? Никогда я не выйду за него замуж. Мне нужно подумать, и я опаздываю. Пожалуйста, оставьте меня одному. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Ты приехала. Как она хороша. Я не свожу с нее глаз. Никогда она не казалась мне столь прекрасной. Потому что сегодня она без ума от тебя. Ты так считаешь? Представь себе укротителя. Он каждый день со своей тигрицей. Они доверяют друг другу. Он ее гладит, она урчит. Но у него всегда пистолет под рукой. Не с места. Напугай ее. Иначе ты пропал. Субтитры сделал DimaTorzok. Тебе нужны гарантии. Я сейчас тебе их дам. Пахить меня. Поедем в Шотландию. Это не гарантия? Я готова ко всему. К любым опасностям. К пересудам. Я ничего не боюсь. Сегодня вечером я напишу моему отцу. Он нас прогонит. Он меня прогонит, но не тебя. Нет, я дам тебе руку, и мы вместе выйдем через парадную дверь. Нет, я не стану писать. Я все ему скажу. Матильда, сейчас ничего не говори. Я запрещаю. Сегодня ночью в моей комнате буду ждать. Жюльен, расскажите моим друзьям про Англию. Он меня так позабавил. Каждый англичан бывает сумасшедшим по меньшей мере один час в день. С этим человеком не соскучишься. Жюльен, Жюльен, где вы были? Что происходит? Куда вы пропали? Извините меня. В письме, которое я получила сегодня утром, вы говорите, этой ночью я пишу вам из Санкт-Петербурга. Но, Жюльен, почему из Санкт-Петербурга? Я не совсем поняла. Санкт-Петербург? Почему в Санкт-Петербурге? Я его похищу на минутку. Я сейчас вернусь. Идиот, ты переписываешь их механически. Тогда в Европе будут только президенты республики. Не судите меня. Я корю только себя, я уже давно догадался. Но молчал из дружбы к тебе. А теперь я ничего и не могу сказать, ведь это исповедь. Да, это исповедь. Бедняга. Если он узнает, это разобьет ему сердце. Матильда хочет ему рассказать все. Храни тебя Бог. Его месть будет страшной, он будет прав. Мне его жаль, но его месть... Тебе его жаль? Он мой благодетель, я сожалею, что причиняю ему боль. Но я его не боюсь. Ты никого не боишься. Ты не боишься даже Бога. Мне страшно за тебя, сын мой. Очень любезно, что вы приехали, господин Абад. Подагра не перестает меня мучить. Мы обедаем попозже, сегодня 30 апреля, и только Богу известно, когда Матильда вернется с кладбища. Вы знаете, что у нее за мания? Как она поживает? Никогда не видел я ее такой счастливой. Я даже позволил себе подумать, что сегодня она не наденет траура. Достаточно того, что она сходит на кладбище. Этот круазнуа прекрасно на нее влияет. В конце концов, помолвка прошла замечательно. Я не стану графиней, отец. Я знал это с той минуты, как полюбила его. Потому что это я полюбила его первое. Я соблазнила его. Это трудное признание, но это вы открыли мне глаза на этого истинно достойного молодого человека. Это вы сказали мне по его возвращении из Лондона. Жульден – единственный человек, с кем можно провести время без скуки. Он относился ко мне почтительно, разговаривал лишь иногда, потому что у него очень сильно чувство различия общественных положений. Мой грех непоправим. Если вы потребуете, и мы это поймем, вы никогда его больше не увидите. Я последую за ним повсюду, куда он захочет. Это мой долг. Он отец моего ребенка. Мы уедем, чтобы избежать скандала. Будем жить скромно. Он устроится преподавателем латыни или литературы. Может быть, в Швейцарии. Никто ничего не узнает. Никто не признает вашу дочь, скромной госпожа Сорель, невестке плотника из... Замолчи! Прекрати. Замолчи, я умоляю тебя. Ты не можешь зваться госпожа Сорель. Я лучше его убью. Он умрет, умру и я. Ты не можешь называться госпожой Сорель. Это же ничтожество. Если он умрет, я надену траур. Я всем разошлю уведомления о похоронах и подпишусь в Дова Сорель. Самые знатные люди Франции просили у меня твоей руки. Это единственный человек, которым я восхищаюсь. С какой бы ступени он ни начал, он выдвинется. С моей помощью. Он выдвинется. А случись новая революция, именно он вас спасет. Почему он не бежал? Допуская, что это ты первая, кто... Даже мысли об этом неотвратительны. Отец, вы его полюбите. Да, но сейчас он внушает мне только ужас. Ужас. В конце концов, надо подумать. Подумать. Должно быть решение. Бедность кажется вам позорной, но не мне. Я буду жить в изгнании с моим мужем и ребенком. Не говори об изгнании. Ты не знаешь, что такое изгнание. Ты не знаешь, что такое бедность. Когда мы поженимся, гласно. Мы отправимся в путешествие, а вернемся уже с ребенком. Я не первая, кто... Мы? Кто мы? Господин и госпожа Сурель. Я, наконец, счастлива. Мы всегда говорили, что для вас ничего нет важнее. Счастлива, но не так же. Пусть он уедет. Ну, послушай. О, боже мой. Пусть уезжает. Иначе я его убью. Мне нужно несколько недель. У нас ведь еще есть несколько недель. Тогда я решу. Сколько недель? Три, четыре месяц. Не знаю. А сейчас пусть уезжает. Иначе я прикажу кому-нибудь из лакеев убить его. Он не хочет тебя видеть. Он оставил для тебя вот это. Чтобы ты отправился в Эдинбург или в Нью-Йорк. Куда захочешь. Он не желает тебя видеть. Он не желает тебя видеть. Я не уеду. Вы не отнимете у меня моего сына. Оставьте жить моего сына, заклинаю вас. Если хотите, убейте меня. Но оставьте жить моего сына. Виктор, остановитесь. Есть одна вещь, которую мне хотелось бы знать. Была ли у вас в какой-то момент неожиданная любовь? Как это неожиданная любовь? Вы знаете, что у меня сто тысячи кюренты. Что больше всего на свете я люблю свою дочь. Все это вы знали. Мне трудно поверить, что Матильда первая проявила инициативу. Но допустим, почему вы не бежали? Это был ваш долг. Я вас спросил об этом. Я вас спросил отправить меня в Лондон раньше. Вы помните? В ваших чувствах не было пошлого расчета, вульгарного материального интереса. Деньги меня не интересуют. Кто ты? Чего ты хочешь? Я люблю жизнь. Теперь я хочу жить для моего сына. Вы не можете лишить меня этой любви. Моего ребенка и Матильды. Я знаю, вы не можете жить без нее, а она не может жить без меня. Я знаю, это было. Да. А owning то же ACT avez В моей комнате слишком рискованно. Пошли. В четверг я уезжаю из дома. Я ему сказала, через четыре недели я уезжаю к человеку, которого люблю. Четыре недели. Больше я не могу. Тебе было плохо? Да. Я не могу больше жить без тебя. Тебе было плохо. Оставь меня действовать. Я знаю, что делать. Я знаю. Ты сильно изменилась. Да. Всю жизнь я жила как черепаха, а теперь мне кажется, что я птица. А сейчас уезжай. Слишком опасно для тебя. Да, забыла тебе сказать. Я разорвала свою помолвку. Свидетели здесь можно начинать. Может быть, он еще приедет. Они хотят его убить. Ты выиграла, Матильда? Ты избавлен от имени Жюльена Сорелли? Вы в храме Божьем, Нурбер. Вот предписание лейтенанта гусарского полка господину кавалеру Жюльену де ла Верне. У вас 24 часа, сударь, чтобы прибыть в расположение вашего полка. Мой отец дает вам землю в Лангедоке и 10 тысяч франков ренты в месяц каждому. Кроме того, официальная церемония бракосочетания состоится в Париже в будущем месяце. Но я не собираюсь присутствовать на вашей свадьбе, если только отец не обяжет меня. Мы победили, любовь моя. Мы победили. КОНЕЦ Больше всего излид то, что вы стали лейтенантом, не будучи младшим лейтенантом. Их можно понять. А вы ничего такого не видели, мне не исполнится и 30, как я стану генералом. Матильда, что ты здесь делаешь? Что случилось? Левен, оставь нас. Что произошло? Что случилось? Скажи мне, что случилось с ребенком? Матильда, скажи мне. Отец проглял тебя навсегда, а ты погиб. Все кончено. Продолжай. Кто такая госпожа Дереналь? Почему она написала это ужасное письмо моему отцу? Почему ты вообще назвал ее имя? Это мать того мальчика, у которого я был воспитателем. Верьери. Сударь. Мой долг перед священными заветами религии повелевает мне отвечать со всей искренностью. Поведение особое, которое вы меня спрашиваете, в нашем доме было чудовищным. Бедный и алчный. Этот человек с самым гнусным лицемерием пытается создать себе некоторое положение и выбиться в люди. Господин Жюльен Сорель не имеет никаких религиозных убеждений. Я вынуждена думать, что единственный способ, который он нашел, чтобы достигнуть успеха, это обольщение женщины, которые пользуются в доме наибольшим влиянием. Все это ложь. Все неправда. Все ложь. Ты веришь тому, что написано в этом письме? Мой отец верит. Да. Конечно. Какой отец согласится отдать свою дочь такому чудовищу, каким его описали в этом письме? Забудь меня, Матильда. Нет. 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 Я считаю своим долгом добавить, что, прикидываясь бескорыстно и прикрываясь красивыми фразами из романов, Жюльен Сорель ставит себе единственной целью завладеть состоянием семей, принадлежащих к высшим классам общества, которые он всегда ненавидел. Он сеет несчастье и вечные сожаления. Подайте, пожалуйста. Спасибо. 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 Задержите его! Задержите его! Осторожно. Не причиняйте ему зла. Не нужно причинять ему зла. Продолжение следует. Продолжение следует. Почему ты написал это ужасное письмо и приказал не отвечать? И запретил рассказывать о тебе нашему ребенку? Я была у начальника тюрьмы. Я поглялась, что я твоя жена, что мы тайно обвенчаны. Я добилась всего. Ежедневных посещений. Я живу через две улицы в Бизонсоне. Матильда, прошу тебя не заставляй меня повторять то, что я сказал тебе в письме. Еду тебе будет доставлять два раза в день человек от меня. Двор, тот с деревьями. Ты можешь там гулять, когда только захочешь. Я не хочу, чтобы ты заботилась обо мне, Матильда. Ты меня забудешь. Через год выйдешь замуж за Филиппа Декруазнуа. Ты будешь счастлива. Даже если тебе это кажется невозможным. Ты должна жить. Ты должна покинуть 16 век, Матильда. Адвокат у тебя будет лучший. Мэтр Массоне. Он спас десятки убийц. А ты... ты не убил. Ты не должен умереть. Ты не убил. Что ты сказала? Я ее не убил. Ты это сказала? Ты уверена? Мы будем бороться. Я спасу тебя, Жюльен. Ты не сделал ничего, что заслуживало бы такого наказания. Она жива. Значит, я ее ранил. Она должна быть страдала. Я ранил ее. Куда я ее ранил? Как она себя чувствует? Ты знаешь, ты можешь узнать. Я хочу знать. Да, я могу узнать. Она жива. Тогда, может быть, она меня простит. В таком случае на суде ее прощение будет рассматриваться как... Суд. Верно, суд. Жюльен, почему ты стрелял в эту женщину? Почему? Я должен был себя защитить. Красноречие одних, оскорбления других, газеты, вся эта пошлость. Я предпочитаю умереть с чистой совестью. Если ты умрешь, умру и я. Как видите, господин судья, я чувствую себя хорошо. Прошло всего лишь два месяца, а я уже смогла приехать в Бизансон. Вы хотите присутствовать на суде? О, нет. Мое присутствие могло бы только причинить вред господину Сорелю. Вы думаете, что я требую кары? Я больше, чем кто-либо хочу, чтобы он был оправдан. Но он вас стрелял. В момент помрачения рассудка. Все верьери вам скажут, что у него бывали минуты душевного расстройства. Без всякой причины он впадал в меланхолию. Мой сын, который его обожает, может это подтвердить. У него есть враги, а у кого их нет. Никто не усомнился в его таланте и уме. В глубочайших знаниях этого молодого человека. Вам предстоит судить исключительного человека, господин судья. Он знает Святое Писание наизусть. Этот человек благочестивый, чистый. Господину Делямолю вы написали совершенно иное. Я так об этом сожалею. Меня обманули, я потеряла голову. Я понимаю, что это письмо привело его в ярость. Вы признаете, что ваше письмо толкнуло его на этот ужасный поступок. Но он вас выстрелил дважды. Значит, умышленно. Но это неправда. Я видела. Он не понимал, что делает. Я узнала этот взгляд. Такой взгляд у него был в момент приступа безумия. Я видела его. Господин судья, если из-за меня невиновный будет осужден на смерть, моя жизнь будет навсегда отравлена. У него не было обдуманного намерения. Я знал Жюльена Суреля несколько лет назад. Как вы говорите, его теперь зовут? Деля Ферне? Деля Ферне. У меня при себе письма военного министра. Мой отец хотел, чтобы у моего мужа был чин старшего офицера до официального признания нашего брака. Неравный брак. Он был сыном плотника, ведь так? Говорят, что в этом городе ничего не делается без вашего согласия. Так ваш отец маркиз Делемоль? А мой дядя, кузен епископа Реймского, который вершит все дела в епископате. Наш жертва, это мадам де Реналь. Она ведь не умерла. Значит, дело вам известно? Безонсон маленький город. Все об этом говорят. Тем более, что... Тем более, что? Говорят, что этот молодой человек был когда-то предметом пылкой привязанности этой самой госпожи Делемоль. И отвечал ей взаимностью. Вот что говорят. А почему он стрелял в нее? Она чувствует себя хорошо. Он совершил тяжкий проступок, но только проступок. Вы полагаете, из ревности? Возможно. Она влюблена в духовника, который вертит ею, как хочет. А иначе, почему он стрелял в нее в церкви? При всех, когда этот Кюре совершал службу. Вы поможете ему? 30 человек присяжных выбирают в нашем департаменте. Примерно с 10 из них я близко знаком. Я бы посчитал себя неудачником, если бы не сумел обеспечить большинство. Возможно, вам придется укрепить дружеские связи. Вот 50 тысяч франков. Я готова добавить еще столько же, если... У нас все должно получиться. Конечно, вот только вторая пуля туда сложняет дело. Жюльян, в последний раз умоляю вас, позвольте мне построить защиту на том, что это было из ревности. Если вы это сделаете, я вас убью. Выходите. Сюда. Расступитесь. И как? Нет. Жюльян, если это преступление на почве ревности, все будут тронуты. Все? Кто это все? Они меня уже больше не интересуют. Я хочу скорее покончить со всем этим. Матильда нашла влиятельных людей. Она все сделала. Окей, прекрати. Оставь Матильду в покое. Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, я устал от этой женщины? Я устал от этой женщины. Я устал от этой женщины. Жюльян. У нас голоса десяти присяжных, а еще пять почти на нашей стороне. Я люблю тебя. Мэтр Массоне. Друг мой. Друг мой. И ты приехал. И что на тебя нашло? У тебя было все. Муха тебя укусила. Послушай, видишь эту даму в первом ряду в большой шляпе? Я хочу, чтобы ты передал ей кое-что. Жюльян, знаешь, кто председатель суда? Господа присяжные. Заместитель прокурора был просто смешон. Пустые напыщенные фразы, вроде жестокость совершенного преступления, сын плотника с непомерным честолюбием, с необузданной гордыней. Присяжные просто зевали. А он, как он? Трудно сказать. Впрочем, у него вид, как если бы... Ему нужно подготовиться. Похоже, он собирается защищать себя сам. Он прислал ко мне своего друга, итальянца. Хотел знать, как ты себя чувствуешь. Он справлялся обо мне? Боже мой! Он спросил, как я себя чувствую. Господа присяжные, я не имею чести принадлежать к вашему кругу. Я не вижу среди вас ни ремесленников, ни рабочих, ни разбогатевших крестьян. А это значит, что, судим, я буду людьми неравными мне за чудовищное преступление, которое я совершил. Я не питаю никаких надежд. Я не прошу, я не прошу вас никакой милости. Преступление мое чудовищно, и оно было предумышлено. Я заслуживаю смерти за то, что осмелился покуситься на жизнь женщины. Женщины. Женщины, достойные уважения. Чистой женщины, которую я так любил. Которую я любил, как мать, которой у меня никогда не было, как сестру. И которой я восхищаюсь, безмерно восхищаюсь, потому что она была единственной, кто показал мне, что в этом мире есть доброта и великодушие. Она... Она единственная, кто приоткрыла мне завесу счастья. Итак, я заслуживаю смерти. Меня следует покарать за преступления, которые я совершил. Я вижу в этом зале людей, которые хотели бы покарать меня совсем за другое преступление. Преступление более тяжкое в их глазах. Я вижу в этом зале людей, которые пожелают, осудив меня за тяжкое преступление, наказать и сломить в моем лице то поколение молодых людей низкого происхождения, задавленных нищетой, задавленных и взбунтовавшихся против вашего презрения, взбунтовавшихся против неравенства, осмелившихся получить хорошее образование. Тех молодых людей, кто хотел бы занять место в том, что вы богачи называете хорошим обществом. В ваших глазах это преступление. Посмотрите на себя. Ужас читается на ваших лицах. Вы боитесь, что у вас опять отнимут все ваши привилегии, все ваши деньги. Вы боитесь, боитесь. Но это правильно. Да, правильно. Потому что революция не за горами, она у ваших дверей. Но вы не хотите ее слышать. Вы не хотите ее слышать. Не хотите слышать. Но она придет, она придет. Ничто не сможет остановить сил братства, сил равенства. Это прошение о помиловании. Нужно подписать. Тебе не понравилась моя защитная речь? Жаль. Я впервые был искренен. У меня все само собой вышло. Первый раз в жизни. Подпиши, Жюльен. Подпиши вот здесь. Я предпочитаю умереть немедленно, пока мне еще хватает храбрости. Ты не станешь подписывать? Нет. Нет, я не подпишу. Ты, обличающий так называемое лицемерие, ты самый большой лицемер. Пожалуйста, сделай еще одно усилие и постарайся быть искренним в последний раз. Ты любишь эту женщину. Ты любишь ее, и ты ее всегда любил. Ты думаешь, что хотел убить ее, чтобы отомстить? Или из-за любви ко мне? Ты лжешь самому себе. Ты хотел убить ее, потому что ты ее любишь. Если бы это она умоляла тебя сейчас подписать прошение о помиловании, ты бы это сделал. Потому что ты всегда делал то, чего она хотела. И даже это письмо, это гнусное письмо, которое она отправила, чтобы погубить тебя. И здесь она добилась того, чего хотела. Покарать себя и погубить тебя. Я ее ненавижу. Я ее ненавижу. И проклинаю день, когда я встретила тебя. Я ее ненавижу. Ты пришла. Молчи. Дай мне на тебя поглядеть. Прости меня. Прошу тебя. Нет, это ты меня прости. Я всегда любил тебя. Всегда ты единственная, кого я любил. Твоя рана. Нет. Дай мне посмотреть. Покажи мне. Все прошло. Затем все покончено. Как я мог причинить тебе такую боль? А я? Как я могла отправить это чудовищное письмо? Ты знаешь, это не я его написала. Я его только переписала и подписала. Мне так стыдно. Прости меня. Меня мучила ревность. Я ревновала к твоему счастью с этой девушкой. Теперь ты можешь все мне рассказать. Ты единственная, кого я люблю. Ты единственная, кого я когда-либо любил. Есть только ты. Я дала целое состояние тюремщику. В течение двух месяцев я каждый день смогу приходить к тебе. Надо подписать, Джулиан. Ты будешь приходить? Да. Мы побудем с тобой два месяца. А потом расстанемся. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Я подпишу, но при одном условии. Никогда, никогда ты не станешь покушаться на свою жизнь. А если нам умереть вместе здесь? Нет, нет. Нет. Предпочитаю эти два месяца провести с тобой. Поклянись, что так и будет. Клянусь. Правда? Я так счастлив. Ты будешь приходить каждый день? Да, каждый день. Госпожа Дренальд. Она в саду. Прошение отклонили. Я ему еще этого не сказала. Думаю, что ему приятно будет это узнать. Почему он хочет умереть? Вы это знаете? Вам он говорит больше, чем мне. Не может быть. Порошение отклонили. Мне все известно. Каждая из ваших посещений. Сколько раз вы были у него и сколько времени оставались с ним. Я установила за вами слежку. Поначалу я много плакала. Я ему устраивала ужасные сцены. Но я переменилась. Возможно, я повзрослела. Я поняла, что вас он любит сильнее, чем меня. А ведь вы причинили ему столько зла. Сколько же нужно сил, чтобы это вынести. Я нашла в себе силы. Я вынесла. Возможно, я вас удивлю. Я люблю его сильнее, чем когда-либо. Вы меня не удивили. Боже мой. Проши не отклонили. Почему вас вчера не было в тюрьме? Порой я чувствую себя слишком слабой. Чтобы делать вид, что чувствуете себя хорошо? Да. Завтра нужно пойти. Это очень важно. Как бы он не отрицал, ваше посещение доставляет ему радость. Это его единственная радость. Дайте мне вашу руку, чтобы опереться. Жюльен родился не там и не тогда, когда ему нужно было бы родиться. Не будучи благородного происхождения, он попытался восполнить это благородством сердца. Поэтому он хочет умереть просто и без притворства, чтобы быть достойным вас и вашего ребенка. Завтра отец поедет к королю в Сен-Клу. Помилование наш последний шанс. А если поехать и мне? Я брушусь к его ногам. Я буду умолять его. Я бы тоже хотела это сделать. Жюльен мне запретил. Да, но я ничего не теряю. Я скажу, что заставила его ревновать, что он солгал на суде, чтобы выгородить меня, что это полностью моя вина. Жюльен ненавидит скандал. Предоставим действовать моему отцу. Есть еще надежда. Мне бы хотелось вас обнять. Осторожно. Болит плечо. Отец, все перекрыто. Тысячные толпы на улице Сен-Антуан. Они движутся к Лувру. Мы все-таки поедем в Сен-Клу. Но короля нет в Сен-Клу. И король больше не король. Он вот-вот подпишет отречение. Этот век сошел с ума. Я соблюдал правила приличия, которые и не уважал. Я был гордецом и чистолюбцем. Я соблюдал правила приличия, которые и не уважал. Я покушался на жизнь женщины, которая единственная будет оплакывать мою смерть. Хотите немного вина? Оно вас подкрепит. Отличное вино. Матильда заказывает его в Тоскане. Продолжай, дитя мое. Продолжай. Я раскаялся, только увидев ее. Живую. Она была жива. Отец мой, я вдруг понял странную вещь. Я понял, что безумно люблю эту женщину и осознал весь ужас моего поступка. Я ее без памяти люблю. Спасибо, отец мой, что пришли. Мне нужно было повидать вас. Я так огорчился, когда узнал. Я только что получил твое письмо из Страсбурга и деньги, которые ты мне послал, и которые я принес. Оставьте их себе. Или раздайте бедным. У вас такой усталый вид. Я иногда думаю, что лучше умереть молодым, чем стать такой вот разваленной. Я хотел вас спросить. Вы боитесь смерти? Смерть у каждого своя. Мне повезло. Я живу вместе с Богом. Ты отвернулся от Него. Но тебе многое простится за то, что ты искренне любил. Мне так хотелось бы, чтобы все прошло хорошо. Просто. Надеюсь, умереть, не сделав себя посмешищем. Если ты чувствуешь, что мужество покидает тебя, думай о самых прекрасных моментах, о самом лучезарном. Бог не отвернется от тебя. Ты не чудовище, дитя мое. Уж я-то это знаю. Я воспитаю его в духе тех идей, которые вдохновляли тебя. Я скажу ему, что его отец был безупречный человек и что он погиб, не желая идти на сделку со своей совестью. Я расскажу ему об Анапарте. Он будет Сорель. Теперь это гораздо благоразумнее. Париж в крови и в огне. Тебе это известно? А еще я ему скажу, что в твоей судьбе, в страсти твоей, ты дошел до конца, даже если эту страсть я разделяю с другой женщиной. Молчи. Потрогай твоего ребенка. Я прошу у тебя прощения. Молчи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Помню, что ты мне обещала, ты должна жить Я люблю тебя Поцелуй меня, любовь моя Я хотел бы покоиться в лесу рядом с твоим домом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Матильда проводила дело Джульена до могилы и пожелала похоронить собственными руками голову своего возлюбленного Как сделала-то так, то была в числе ее предков Госпожа Дореналь не нарушила своего обещания Она не пыталась покончить с собой Но через три дня после казни Джульена Она умерла, обнимая своего сына На русский язык фильм озвучен на киностудии «Фильмэкспорт» по заказу телекомпании ТВ-центр Перевод Людмилы Вахуркиной Режиссер Валентина Тежек Звукооператор Павел Дроздов Инженер звукозаписи Светлана Ширина Роли озвучивали Ирина Губанова Александра Назарова Светлана Старикова Владимир Конкин Алексей Инжеватов Виктор Петров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова